Канбаун, династия берманских царей, правивших с 1752 по 1885 в Берманском царстве, столицы. Столица царства несколько раз перемещалась, каждый раз при перемещении столицы город полностью переносили, используя слонов Шуэба Ава, Амарапура, Мандалай. История начала династии. В 1752 году Берманская империя Таунгу окончательно пала под ударами иммунского государства, возрожденной Хантавади. Последний правитель Бирмы был увезен в монскую столицу Пегу, а верхний эшелон берманской элиты подчинился монскому правителю. Однако вскоре берманский народ поднялся на борьбу с монской властью. Правитель округа Моксоба Мална Унзея собрал население под властных ему 46 деревень. Построенное в Моксоба укрепление сжег окрестные поселения. Засыпал колодцы и ручьи, вырубил деревья и уничтожил все посадки в радиусе 10 километров, превратив окрестности Моксоба в пустыню, где вражеская армия не могла найти приюта и пропитание. А Унзея отбил атаки Манов на Моксоба, после чего к нему стали истекаться крестьяне, ремесленники, солдаты и бывшие чиновники со всей страны. В 1753 году А Унзея провозгласил себя правителем Бирмы и принял тронное имя Алан-Пай, а Моксоба, переименованный в Шуэба, сделал новой столицей. Затем Алан-Пай нанес поражение Монскому наместнику Талабану под Шуэба и разгромил Шанов, лишив Манов союзника в Центральной Бирме. В конце 1753 года Алан-Пай взял аву, а в 1754 году удвинулся на юг, предварительно поставив под свой контроль шанские районы к северу от авы и пополнив войска шанскими отрядами. В феврале 1755 года Алан полностью освободил территорию, населенную берманцами, а в 1757 году захватил и разрушил столицу Манов-Пигу, завершив тем самым борьбу за объединение Бирмы. В 1759 году Алан-Пай подавил восстание Манов в Дельте и Раваде и совершил победоносный поход в Манипур, поставив это княжество в вассальную зависимость от Бирмы. В ноябре 1759 году бирманские войска высадились на острове Негре, за шесть лет до этого захваченном англичанами, перебили английский гарнизон и вернули остров Бирме. Британская Ост-Индская компания была вынуждена ликвидировать также факторию в бассейне и на долгие годы прервать официальные отношения с Бирмой. В 1760 году Алан-Пай предпринял завоевательный поход в Сиам, однако во время осады столицы страны Аюти был ранен, начал отступление и скончался на обратном пути. Наудон-Джи сын Алан-Пай Наудон-Джи упрочил положение центральной власти в объединенной Бирме, подавив многочисленные мятежи. Синбьюшин Другой сын Алан-Пай Синбьюшин, завладевший престолом в 1763 году, в 1767 году покорил Сиам. От окончательного разгрома Сиам спасли начавшиеся Бермана китайские войны. Синбьюшин был вынужден отозвать войска из Сиама для защиты Бирмы, чем воспользовался сиамский полководец по мягкий знак Ятоксин, который поднял народ на борьбу за независимость и освободил от бирманцев центральную часть Сиама. После заключения мира с сынским Китаем и подавления в 1773 году с необычайной жестокостью нового восстания Манов, Синбьюшин в 1775 году снова двинул свои армии против Сиама. Сведения о тяжелом положении армии, находящейся в Сиаме, побудили Манов в Южной Бирме вновь выступить против власти бирманцев. После жестокого подавления и восстания тысячи манов бежали в Сиам и присоединились к борьбе сиамцев против Бирмы. Сингу после смерти Синбьюшина в 1776 году на трон был возведен его миролюбивый сын Сингу. Новый правитель отозвал войска из Сиама и погрузился в дворцовые и религиозные заботы. Это привело к усилению оппозиции, намеревавшейся посадить на престол своего ставленника и снова начать завоевательные походы, приносящие военную добычу. Сингу был свергнут в результате дворцового переворота. Бадапайя Бадапайя, еще один сын Анун-Паэй, начал новые походы в Сиам. В 1785 году присоединил к Бирме Аракан и укрепил бирманский контроль над шанскими княжествами. Но войны против Сиама закончились поражением Бирмы, которая в конце XVIII века утратила и сюзеренитет над лаосскими районами, признавшими власть нового короля Сиама Рамы I. После завоевания Аракана многие араканцы, спасаясь от ассимилиаторской политики бирманских властей, бежали на малонаселенную территорию пограничных районов Бенгалии во владение Устинской компанией, где с согласия британских властей расселялись в дистриктах Читтагонг и Дакка. Беженцы стали использовать британскую территорию как базу для вторжения и грабительских набегов на Аракан, поднимая его население на восстание против власти бирманцев. Бирма настойчиво требовала от британских властей в Калькутте выдачи главарей и мятежа за преступления, совершаемые ими во время рейдов на бирманскую территорию. Эта заинтересованность бирманского государства в решении араканского вопроса британская сторона стала использовать как фактор давления. К бирманскому двору от генерал-губернатора Британской Индии было направлено несколько посольств. Результатом работы миссии Майкла Саймса в 1795 году стало соглашение о принятии в Рангоне британского резидента для наблюдения за британской торговлей. Однако урегулировать араканский вопрос, выросший в настоящую пограничную проблему во взаимоотношениях Великобритании и Бирмы, не удалось. В 1798 году один из влиятельных араканских феодалов НГА Танда бежал в Бенгалию с многочисленными приверженцами, и оттуда начал совершать набеги на аракан. Бирманские войска под командованием Маха Бандулы подошли к пограничной полосе, угрожая перейти на территорию Бенгалии и пленить НГА Танда там. В 1802 году Майкл Саймс был снова направлен в Бирму и сумел ненадолго уменьшить напряженность в англо-бирманских отношениях. Однако в 1811 году Ченбьян сын НГА Танда собрал на британской территории значительное войско, перешел границу и штурмом захватил араканскую столицу Мьяу. Провозгласив себя независимым правителем, он обратился за помощью к англичанам. Бирманские войска сумели выбить Ченбьяна из аракана, но вплоть до своей смерти в 1815 году он боролся против властей Бирмы. С помощью англичан совершая регулярные рейды на ее территорию, в 1817 году Бадапайя вмешался в междоусобицы в Ахомском государстве Вассами. Бирманская армия вторглась в это княжество и в 1821 году полководец Маха Бандуула возвел на Ассамский престол бирманского ставленника. Баджида Баджида взошел на престол в 1819 году. В том же году бирманцы, обвинив Раджу Манипура в том, что он не присутствовал на коронации Баджида, свергли его и возвели на трон княжества Манипурного Раджу. В 1824 году бирманская армия вторглась в княжество Качар, где обосновался свергнутый Раджа Манипура. Качар двинулся и британский отряд под предлогом защиты его Раджа от манипурцев. Раджа, Качара и князь соседний Джа-Ин-Ти признали себя вассалами британской Ост-Индской компании. В марте 1824 году началась Первая англо-бирманская война. Бирманский двор, ослепленный превращением Бирмы в сильнейшее государство Индокитая, которое с успехом противостояло Китаю, побеждало Сиам, покоряло шанские и индийские княжества, не сумел предвидеть истинных масштабов грядущей опасности, терпя поражение на двух фронтах. В конце 1825 года Баджида был вынужден начать мирные переговоры. Заключенный в итоге Индобосткий договор положил начало превращению Бирмы в британскую колонию. 11 тысяч европейцев и индийских солдат под начальством генерал-майора Арчибальда Кэмбеля поплыли вверх по Ироваде и взяли 11 мая 1824 года гавани Рангуны. Вскоре затем целый ряд других населенных мест, но сухопутные силы, которые должны были двинуться вперед и за самоторпели неоднократные поражения от мага-бандалы, храброго предводителя Бирманца. Разоренная войной страна была вынуждена выплачивать огромную контрибуцию. Выплата ее первой половины в размере 5 миллионов рупий привела к взрыву массового недовольства населения, не способного вынести увеличение налогового бремени, а в ближайшие годы было необходимо собрать деньги на вторую половину контрибуции. Конфликты Великобритании и Бирмы по вопросу о сроках выплаты, контрибуции и по пограничным проблемам северо-запада страны вызывали недовольство английских властей, которые к концу 1820-х годов решили назначить своего официального представителя при Бирманском дворе в Аве. В условиях всего возрастающей экспансии Великобритании большая часть правящего слоя Бирмы во главе с правителем Баджида находились в растерянности. Многие верили в случайность поражения Бирмы в войне, прислушивались к различным пророчествам о скором возрождении страны. Наивно полагали, что англичане сами вернут единосерем и уничтожат резидентство. Другая часть столичной бюрократии и крупных чиновников считала, что наилучшим способом для разрешения сложной ситуации является изгнание английского резидента и изоляция Бирмы от внешнего мира. Наиболее дальновидные бирманские сановники группировались вокруг принца Таравади. Они хотели знать о положении в мире, интересовались достижениями европейской науки, понимали необходимость перемен в стране. Начавшиеся ограниченные реформы вызвали обострение противоречий в правящем классе, вылившиеся в открытый конфликт. В 1837 году Минтаджи, ссудивший государству большую часть денег для выплат по контрибуции и фактически возглавивший Рейнинский совет при больном Баджида, попытался захватить власть в стране. Однако крестьянское население Бирмы и часть армии поддержала принца Таравади. 9 апреля 1837 года он объявил о неизложении Баджида. Таравади в правлении Таравади были значительно расширены мероприятия по укреплению обороноспособностей страны. Армия была перевооружена европейским оружием, ее стали обучать европейские инструкторы, укреплялся Рангун. Сразу при вступлении на престол Таравади объявила о непризнании Яндоборского договора и британской аннексии провинции Аракан и Тенасирем. Он практически сумел дезавуировать деятельность британского резидента Г. Берни, который в 1840 году был отозван, из-за чего прервались дипломатические отношения сторон Паган Мин. В 1846 году правителем Бирмы стал Паган Мин, при котором в 1851-1852 годах произошла Вторая Англо-Берманская война. 20 декабря 1852 года была подписана декларация об аннексии Южной Бирмы и ее присоединение к английским владениям в Индии. Миндон, пришедший к власти в феврале 1853 года Миндон, сторонник скорейшего окончания войны, не признавала аннексии половины страны. И англичанам пришлось согласиться не на договор, а лишь на молчаливое признание обеими сторонами окончания военных действий. Однако война продолжалась в форме партизанского движения, которое англичанам удалось подавить не ранее 1862 года. При Миндоне уже большинство господствующего класса понимало необходимость серьезной перестройки общественно-политического устройства страны. В 1860-х годах была прекращена раздача земель за службу, а принцы и чиновники были переведены на ежемесячное жалование. Было проведено более четкое деление на провинции, что превратило их в подлинно территориальные единицы с унифицированным штатом провинциального аппарата. Были осуществлены реформа судебной системы, налоговая реформа, реформа военной системы. В 1855 году в Амарапуре был открыт завод по изготовлению пороха, сырье для которого привозили из шанских княжеств. В это же время начал работать завод по выпуску ружей. Миндон пытался отстоять продовольственную самостоятельность верхней Бирмы и перейти на самообеспечение рисом, но этого полностью сделать не удалось. И рис приходилось завозить из британской Бирмы. Для балансировки бюджета пришлось продолжать политику государственных монополий на минеральное сырье, а также устанавливать экспортно-импортные цены и вводить таможенные пошлины. В 1870 году была построена первая телеграфная линия, связавшая Мандалай и Рангун. А в 1874 году в столице начала выходить первая газета на бирманском языке. Миндон стремился установить добрососедские отношения с британскими властями и шел на многие уступки англичанам. Твердо он придерживался только одного – непризнания захвата Нижней Бирмы. Он долгое время рассчитывал на установление непосредственных контактов с правительством королевы Виктории в Лондоне. Но англичане все посольства из Бирмы отсылали к генерал-губернатору Британской Индии, подчеркивая тем самым, что Бирма отнюдь не является суверенным государством. Пытаясь преодолеть это унизительное положение, тяжело воспринимаемое бирманским правительством, Миндон первым из бирманских правителей стал рассылать своих послов страны Запада. В конце 1873-1874 годов возникли серьезные замешательства по поводу границ лесной области, населенной Карами, суровым, не признававшим английского господства народцем. Чтобы точнее определить границу между Бирмой и Манипуром, вассальным по отношению к Англии государством, было предпринято географическое исследование спорной области. После продолжительных пререканий король наконец уступил и 21 июня 1875 года был подписан договор, составленный в духе английских требований. Тибоминдон умер в октябре 1878 года, не назначив преемника из страха спровоцировать этим борьбу за престол между многочисленными сыновьями. В результате интриги вокруг наследования власти в Бирме начались еще во время его болезни. В результате заговора престола наследником был назначен слабовольный младший сын Тибу. В начале 1879 года была проведена расправа над теми родственниками Тибу, кто не успел сбежать из страны, и был опасен в качестве возможного претендента на престол. Было убито около 80 человек из царской семьи и их приближенных, в том числе 8 братьев Мендона, 31 из 48 его сыновей и 9 из 62 дочерей. В результате реформаторская группировка берманской элиты практически перестала существовать. Массовые казни 1879 года послужили великолепным предлогом для возбуждения британского общественного мнения против Тибу из-за аннексии Бирмы. В октябре 1879 года англичане практически разорвали отношения с Бирмой. От немедленного нападения на Бирму они отказались лишь из-за трудностей в англо-афганской войне и борьбе с бурами в Южной Африке. Однако постоянные провокации против Тибу продолжались путем организации выступлений претендентов на берманский престол. Бирма продолжала демонстрировать желание урегулировать взаимоотношения с Великобританией и посылала дружеские миссии, а также пыталась установить равноправные отношения с Россией, Францией и другими европейскими державами, чтобы противодействовать английской экспансии и защитить свою независимость. Но все было безуспешно. В октябре 1885 года Бирманский высший совет Хлуда наложил штраф на английскую лесозаготовительную компанию за превышение в два раза квоты на вывоз. Стиковой древесины англичане увидели в этом ущемление интересов британской торговли. Верховный комиссар британской Бирмы предъявил ультиматум, и после отказа бирманцев согласиться на ликвидацию суверенитета страны началась Третья англо-бирманская война. 2 декабря 1885 года Тибо формально отрекся от престола, а 1 января 1866 года было провозглашено, что Бирма отныне является частью владения английской королевы, правители. Источники Танкт Магинту Зе Макенков Модерн Бирма ISBN 0-521-799-14-7 История Востока Т.И.В. Восток в новое время Книга 1 Москва Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова